Уже на другой площадке, также с участием делегаций из Норвегии, в Якутске обсудили перспективы развития переработки и реализации продукции оленеводства. Кроме того, стороны говорили об основных проблемах и перспективах отрасли. Саргулана Федорова подробнее. Якутия и Норвегия на базе сотрудничества стремятся создать платформу для развития и реализации новых стратегий в области традиционной отрасли Севера. Посол Королевства Норвегии в России Лей Дульф Намвет отметил особую роль и значительный вклад руководства республики в реализации проекта Арктического совета «Человек в Арктике». Пилотный проект реализован в двух арктических населенных пунктах. Это село Казачье-Усьянского района и село Карелах-Оленёкского района. Суть данного проекта заключается в том, чтобы повысить мотивацию женщин, мотивацию жителей к созданию и развитию предпринимательства вокруг оленеводства. Представители оленеводческих хозяйств из многих районов Севера, Кабаровского края, а также гости из Исландии, Норвегии и Гренландии представили и обсудили технические инновации, новые подходы к переработке традиционных отраслей. Стоит отметить, что проблема развития традиционных промыслов неразрывно связана и с проблемой подготовки кадров. «Мы очень рады, что на семинаре присутствуют многие молодые люди, те, которые пока еще не имеют образования, те, которые только выбирают свой жизненный путь. Ну и в то же время здесь присутствуют учреждения профессионального образования, которые готовы обучать молодежь, обучать людей старшего возраста новым профессиям и новым профессиональным навыкам». В России условия для развития переработки продукции оленеводства наиболее благоприятные по сравнению со скандинавскими странами. Но Якутия отстает по товарному производству от других регионов. Тем не менее, в республике недавно открыли модульный цех по переработке продукции оленеводства. Так что условия для развития товарного производства заметно улучшаются.